приветствую вас уважаемые автовладельцы автолюбители сегодня у нас будет рубрика ремонт и многие уже спрашивают когда же будет отгадка до сегодня ну напомню для тех кто видел и расскажу для тех кто не видел жень давай заставочку ремонт итак вазовский мотор 21 114 он же калина мотор 11 183 имеется вот такой посторонний звук шаркающий наиболее вероятный вариант его происхождения задевание ремня грм за кожух увы отпадает так как после демонтажа пластика звук не изменился задача угадать виновника постороннего звука и дать способ устранения в качестве подсказки мы сказали что с этим ремонтом может справиться пожалуй любой автолюбитель возможно даже блондинка то есть надо обойтись без замены шумящей детали и делать что-то очень простое вот теперь посмотрим на ваши ответы а их порядка тысячи спасибо за такую активность хотя разгребать эту кучу было непросто и так многие предположили что виновник помпа молодцы хорошая догадка мы тоже проверили этот вариант на диагностике одним из первых ведь шумящая помпа явление не такое уж и редкая кстати недооценивайте такой шум вот на этом моторе помпа шумела шумела да и заклинило хорошо что ремень грм выдержал и соскочил а не оборвался ну и конечно похвалим инженеров автоваза за восьмиклапанный полутора литровый мотор встречи поршни с клапанами здесь не происходит однако в нашем случае шумела не помпа и подсказка про блондинку должна была поставить крест на этой версии разве блондинка сможет поменять водяной насос вторая популярная версия шумит натяжной ролик ремня грм отлично и у нас была такая догадка но и эта версия рассыпается по той же причине ведь обойтись нужно без замены а зашумевший ролик нужно менять а то и клина можно словить и вот эту нашу подсказку про блондинку учили многие и предположили что нужно убрать камень лежащий на защите или подогнуть масляный щуп а кто-то предположил что просто необходимо долить масло но дальше всех пошел евгений елизаров это видео загадка с подсказками первая подсказка блондинка вторая куртка третья ссылка на другое видео джей спасибо конечно что ты она с такого высокого мнения но тут прям детектив получается для шерлока холмса не не это глубоко копать не будем и вот тут мы подходим к самым догадливым зрителям которые предложили что нужно попрыскать силиконом молодцы вы ответили на вторую часть вопроса способ решения который под силу любому автовладельцу и главное не нужна замена шумящей детали но куда попрыскать и выдали несколько вариантов пора сказать правильный ответ шум издает ремень грм способ устранения прыска им силиконом и посторонний звук пропадает ну а теперь у нас трудная задача кому отдать этот приз зарядное устройство ведь правильных ответов которые угадали и что шумит и способ решения более двух десятков и в итоге мы присудили победу нашему зрителю под ником джек бедроссов который рассказал историю про то как приснул силиконом на новый фирмовый шумящий ремень грм и звук пропал джек твоя история очень похожа на нашу только наш ремешок очень долго пролежал в гараже прежде чем мы его поменяли вот тоже гадаем подделка или неважные условия хранения не зря автопроизводители замену ремня грм регламентирует не только по пробегу но и по сроку увы ремень стареет даже если мало работает или просто лежит в гараже но с учетом того что при его обрыве на многих мотора клапана встречается с поршнями тут мы вспомним вот это наше видео про мотор опеля однако если на кали на моторе такого не происходит и мы обошлись силиконом то на другом мы бы поменяли ремень от греха подальше она долго ли хватит силикона но в нашем случае на полгода и шум вернулся так что смазка это действенная но временная мера ну что же на этом все спасибо всем тем кто написал было интересно почитать ваши версии особенно понравилось про камень на защите ну оценивайте наш ремонт увидимся жень вырубай шарманку а